доброе утречко доброе воскресное утро у нас в риге сегодня по моему с утра минус 15 потом днем минус 10 в общем холодно необычайно и я зачем-то еду на барахолку хотя совершенно не уверена что она состоится потому что все-таки выстоять на таком морозе я не знаю какие нужны силы и здоровье но интересно посмотреть что и как и на улице просто какая-то неземная сказочная красота я вчера вечером гуляла немножко поснимала и пока я добираюсь до барахолки я вам сейчас поставлю вчерашний вечер выходила в магазин называется сходила за за молоком и параллельно просто была очарована тем что все покрыто инием так сказочно волшебно красиво в общем смотрим а я пока быстренько еду в надежде что все-таки там кто-то что-то будет продавать и можно будет вам показать так выглядит аптека вот так выглядит деревья ботанического сада могла погулять там в этой ночной темноте такая вот небольшая прогулочка очень красиво волшебно-сказочно в декабре в риге и а в и в и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Руки не мерзнут Так что даже если не будет никакой барахолки, мы просто погуляем с вами Жду автобуса Немножко пропустила, опоздала Ничего, через три минуты что-то подъедет Половина десятого утра Я еще не знаю есть барахолка или нет, потому что вышла с другой стороны посмотреть на елочку Сейчас мы узнаем, но думаю, что у нас очень морозоустойчивые продавцы Смотрите, какие там сосульки метровые длины В крайнем случае у нас есть еще магазин скандинавус, который должен работать по выходным Ну конечно, все происходит Все на месте Сейчас нырну и буду искать знакомых продавцов Нужно подкрасить, короче, и в принципе ничего С рассолом там отколото нет, ничего Ну, говоришь, кто может, а ухи, как они, так сделают Ну, вот уже где тут чайники у нас пошли Большие за 12 игрушки Супницы Доброе утро Доброе утро Можно я тут немножко поснимаю чуть-чуть такую красоту Снимать Какая красота, не знаю Щупы и покупали бы тоже было бы лучше Да, я тоже так думаю А это просто, да, значит другая просто такая конфигурация, потому что у меня вот как бы типа просто свечка без стаканчика, а здесь даже красивее со стаканчиком, как настоящая Да И как будто пламя играет Да, вот из-за того, что шевелится ей низочек пламени, кажется, что настоящая вот змейка Туречка там полна я, голод��게 проланку, нахер Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 готова голечка что-то там готовят или вяжет или что я не вижу без очков что она там делает а что делать и риса на или утюжит она что-то не понятно а да ну я же говорю что я же смотрю что то так а здесь у нас нет здесь уже муж уже уже мы мышата пошли тоже мышонок куда-то он там какой-то из какого-то этого самого из эта история с какого-то сегодня книжки но наверное он идет здесь вообще все прелесть все эти статуэтки это вообще что-то как с крысу дятел да вот это дятел да это сурикат сурикаты еще второй сурикат этот милый как живой посмотрите глаза просто смотрят в душу они все смотрят и говорят забери меня мы здесь замерзли прелесть красивые девочки тоже вот это новенькая рената это только привезли повесить да я уже здесь не в комплекте мальчики девочка эти такие безделушки фигурки конечно приелись балеринка новая появилась вот эти тарелочки две тоже это только свежие пришли потому что вот эти васильки это не оторвать глаз не оторвать до переставить это сувенирный день это не оторвать до переставая Продолжение следует... 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 кусок стекла смотрела на него давно потому что я люблю цветные стекла а у этого изумительный голубой цвет и где-то поставить когда солнышко будет светить даже сейчас когда этого солнышка нет это все очень радует и еще тут одна покупочка они как-то все размножаются эти покупочки размножаются потому что я съездила уже второй раз если вы догадались или не догадались и много что хотелось еще взять просто каким-то адским усилием воли я себя оттуда выдернула тоже чайничек очень недорогой это может быть два-три евро прекрасный посмотрите какие на нем розы красивые но мне кажется что крышка не родная потому что здесь по краю идет такая бордовая полоска на крышке она желтоватая просто подобрали поэтому я думаю что я заменю ее на какую-нибудь другую у меня есть вот такая вот она нисколько не хуже смотрится или буду искать что-нибудь еще другое подходящее ну в общем я тут все время с этими крышечками я постоянно что-то ищу подбираю меня и мне так как-то интересно марка вот такая вот не знаю что это вообще непонятное что-то возможно российская украинская белорусская понятия не имею если кто такое странное клеймо видела и даже не знаю с какой стороны как его показать было бы интересно узнать что это и откуда вот такой вот чайничек кроме него ничего другого не было но он мне понравился розочки здесь конечно такие при прелестные совершенно тоже розовый и серый цвет сочетания как я уже говорила розовый серым всегда очень хорошо смотрится в общем тема роста уже сегодня получила полностью какое-то разнообразное такое вот отражение скажем так ну вот рассказывайте как всегда что вам больше всего понравилось вот мои небольшие покупочки собственно покупочка вот это шкатулочка потому что у меня эти два предмета уже были и я просто как бы собираю вот эту серию потихоньку не спеша потому что нет никакой особой необходимости собрать ее всю просто мне нравятся предметы из нее мне еще есть там маленькая совсем такая тарелочка на мне на стенке висит и вот здесь прелесть просто настолько красиво нежно вот эти рисунки и сегодня на глаза попалась шкатулочка вот такая же с тем же самым рисунком та же самая тема очень и очень мне она нравится она нежная она такая вот прелестная совершенно вот так понемногу предметы собираются где-то может быть когда-то они будут стоять все вместе и радовать глаз так что у нас еще сейчас уберу чтобы не мешались и покажу что у меня сегодня еще с собой приехала это приехал подарок это мне подарили за мою верную службу агенскалтской барахолки за то что я все время покупаю у одного этого же продавца частенько это такая вот ну как вы понимаете для того что поставить свечечку и будет гореть домик и зайцы здесь она следующий год зайца правда черного и водяного но если что мы их покрасим в черные цветы будут они черные водяные в общем семейство зайцев и такой вот забавный домик и еще один домик я купила потому что здесь опять таки тема забавная такая какого-то ботиночка которые две мышки превратили в свое свое жилье здесь у даже часы есть на башне надо же вот такой вот забавный они ничего тут такого нету никакого обозначения просто мне такие вещи нравятся я понимаю не имеет скорее всего никакой непрактично не ценности в плане что потом я их продам за бешеные деньги спустя десять лет нет это просто такая милота она мне понравилась этот ботиночек сразу привлек внимание там конечно масса таких милых статуэток совершенно прелестных и много чего красивого вы наверное уже увидели это из съемок на барахолке там многое хотелось бы может быть взять если бы было бы место например какие-то крупные чайники красивые яркие расписные они совсем недорогие ну в общем приезжайте кто в риге смотрите может быть вы себе найдете там что-то по душе вот такая вот вещица потом графинчик флакончик но нет графинчик безусловно графинчик на нем какая-то бирочка может быть она означает что он даже хрустальный что-то я тут совсем недавно тоже кстати хрустальная слюч не кажется приобрела вот такой вот очень симпатичная пробочка прелестный графинчик маленький для чего не знаю для чего-нибудь просто для красоты вряд ли я буду туда наливать какой-нибудь соевый соус или что-нибудь в этом роде потому что я просто такими вещами не пользуюсь уксус там или солоночка деревянная считаете ли вы что деревянные солонки правильно хранить соль но мне она в основном понравилась тем что она сделана из очень красивого какого-то дерева вот здесь круги дерева видны надо будет натереть ее оливковым маслом льняным не оливковым это я уже путаюсь льняным маслом и она заиграет своим рисунком он очень красивый вот такая вот деревянная солоночка старенькая сейчас уже таких вроде как и не делают а может быть и делают не буду утверждать и еще одна деревянная вещица тяжелая большая сейчас я его поставлю на стол это первое что мне попалось на глаза и это из цельного куска дерева сделанная спящая собачка у меня есть спящий кот сиамский потрясающе тоже выглядит теперь к нему добавится спящая собачка такое ну использовать можно как как нечто что нужно придавить какие-то бумаги на столе или еще что-нибудь потому что она тяжелая и меня тоже интересно какое же это дерево тоже видно просматривается такие какие-то полосы очень классная ничего здесь нету снизу вот такие две дырки ночью еще можно поставить где-то укрепите будет она вообще стоять вот вот такие вот сегодня как видите очень скромно очень скромно но от этого не менее приятно кто его знает может быть я еще успею сегодня еще разик туда съездить вы же меня знаете я такая нетерпеливая не имею вовремя остановиться но пытаюсь учиться такие вот всякие разные покупочки сегодняшнего и прошлых дней из которых получилось опять веселая композиция скорее веселая чем какая-то другая ну а сейчас ботанический сад надеюсь я все-таки туда попаду это снимаю там видео потому что на улице невероятно сказочно и красиво